Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. Мы уже как-то беседовали о самом евангелисте Луки, о особенностях его Евангелия, и сегодня приступаем, собственно, к чтению Евангелия от Луки. И постараемся разобрать некоторые особенности его повествования. Итак, читаем первую главу. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот это предисловие к повествованию, всему дальнейшему евангельскому повествованию. И Лука на самом деле здесь очень многое объясняет. Вот надо просто учиться это расшифровывать. Вот самое первое, что мы видим, что уже многие начали составлять повествования. О чем? О, ну, собственно, о Христе, о жизни Спасителя нашего, и как он пишет, о совершенно известных между нами событиях. То есть события жизни Христовой были достаточно известны. Не нужно думать, что это вот совершенно где-то там в каком-то углу происходило. Нет, это было известно. Если даже вот собрать древнейшее повествование о разных исторических личностях, то мы увидим, что о Христе вполне достаточно повествований. То есть и Иосифа Флавия мы найдем, и даже там в повествованиях Талмуда, хотя это такие враждебные, конечно, высказывания, но все равно. Они знали о жизни Христа. Они писали у историка Тацита, у Свитония, в письме Плиния Младшего и прочие древние свидетельства. Ну и то все языческие иудейские авторы, а уж тем более христианские авторы древности, они сохранили память о жизни Христа. Поэтому эти события были вполне известны, как пишет евангелист Лука, о совершенно известных между нами событиях. «Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слово». Вот Слово здесь с большой буквы. То есть речь идет о Христе как Сыне Божием. Сын и Слово Божие. Слово Божие в каком смысле? Вот у человека Слово есть рожденная мысль. Когда мысль пребывает в уме, а потом человек ее изрекает, получается, что это не просто какой-то бессмысленный звук, а это рождение некоего смысла в звуке. И Христос, Он по Божеству предвечно рожден от Бога Отца, вот как Слово рождается от человеческого ума. То есть здесь речь о Сыне Божием. И в каком-то смысле здесь созвучие с Евангелем от Иоанна, который говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И потом Слово стало плотью. Вот об этом пишет тоже евангелист Лука. И при этом он еще что упоминает, что многие начали составлять повествование. Многие, то есть не только евангелисты. Были, конечно, такие апокрифические сказания, когда вроде бы что-то истинное запечатлевалось, и добавлялось к этому что-то ложное. Так появились апокрифы. Там много истинного, но ложка дегтя, она портит бочку меда. Поэтому апокрифы в итоге отвергнуты. Были просто какие-то человеческие повествования. Людям хотелось как-то это запечатлеть, записать, сохранить. Но те человеческие повествования не были богодухновенными. А вот богодухновенные в итоге только четыре. От Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И блаженный Феофилакт болгарский, он объясняет так, что начали-то многие, да вот немногие закончили. То есть многие полагали начало описать, описанию жизни Христа, но немногие довели это дело до конца. Потому что и сейчас бывает так, какой-то человек что-то хочет описать, берется, садится, что-то написал, а потом погас, творческое вдохновение ушло, и все, он не доводит до конца. Вот так и в то время. Однако эти записи сохранялись, были устные тоже повествования, и Лука опирается на них. То есть Лука подходит как тщательный историк. Он, дальше пишет, рассудился мне под тщательным исследованием всего сначала. То есть он изучает, он отсекает все ложное, все апокрифическое, он оставляет только истины. И при этом он исследует все сначала, да. То есть не просто какие-то фрагменты, а именно от самого начала. Поэтому у евангелиста Луки есть повествование даже о самом младенчестве, даже начиная вообще с Иоанна Крестителя, еще с зачатия Иоанна Крестителя, потом с Благовещения Божьей Матери, немножко о детстве Христовом. То есть он старается как можно более полное повествование совершить. И кому он пишет? По порядку описать тебе достопочтенный Феофил. В общем-то считается, что это был такой высокопоставленный человек, Феофил, тоже из Антиохии родом, как и сам Лука, по-гречески Кратистос Феофил, то есть буквально достопочтенный превосходительство, ваше превосходительство, то есть человек, имеющий некую власть, который обратился ко Христу. И вот ему пишет Лука, как он поясняет, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вначале человек обращается ко Христу, что-то в сердце откликнулось, но все-таки надо узнать и твердое основание этого учения. Так вот, с чего же все начинается? «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Итак, Лука четко описывает, когда это было. Вот не было такого ли это счисления, вот как сейчас от Рождества Христова ведется, а он привязывает к конкретному царствованию, царствованию Ирода Великого. И в это время был священник из Авиевой череды. Что это за череды? Это, знаете, вот от детей Аарона, ну, у него было четверть детей, двое умерло, а двое осталось, и вот от них пошло 24 рода. И вот эти 24 рода, они по их родоначальникам имели имена. И вот череда, она вообще восьмая была, это Авиева череда, и каждая такая череда заступала в определенное время служить в храме, на неделю. И это служение, оно определялось жребием. Так вот, Захария, он принадлежал именно к этой Авиевой череде, жена его из рода тоже Аарона, имя Елисавета, про них сказано, «оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Вот далеко не про каждого человека такое написано в Священном Писании. Они были праведны. Не просто праведны пред людьми, можно казаться перед людьми праведным, а в сердце быть очень и очень далеким от праведности. А Господь смотрит на сердце, Он видит сердце человеческое. Вот Захария и Елисаветы были праведны именно пред Богом. И тут поясняется, «поступая по всем заповедям и уставам Господним, то есть правилам, всем распорядкам, как это предписывал закон Божий, беспорочно. Никакой корысти, никакого своеугодия, только вот жить по воле Божией». И вот эта вот чистая, искренняя жизнь, она, конечно, драгоценна в очах Божьих, но сказано, «у них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Вот видите, как оказывается, можно жить свято, можно жить благочестиво, но при этом не сподобится вроде бы такого благословения, как кажется многим людям. Считалось, что многодетность, вот благословение Божие, а у них вообще детей нет. Живут праведно, исполняют все заповеди Божии, а вот детей нет. Потомства, стало быть, нет. Как они в лице своих потомков примут участие в Царстве Христовом, Мессии, если никто не родился у них. И считалось это, как вы знаете, поношением. И, видимо, Господь по какой-то причине каждому человеку уделяет какой-то такой крест, чтобы он понес некие скорби, некие трудности, поношения. И они уже преклонные, престарелые люди. Что же дальше? Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. То есть было распределение на вот эти череды, где вот авиевая череда, это восьмая череда, вот заступает он в свою седмицу, а священников вообще много. И поэтому не каждый мог приступить к служению. Тоже бросали жребий, кому именно совершать кождение в данный раз. И вот выпала Захария. Досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне, во время кождения. И, конечно, мы обычно тут же представляем, вот как у нас, скажем, диакон ходит с кадильницей, вот он ходит, алтарь, и потом иконостас, людей, весь храм ходит. Но в то время кождение совершалось немножко иначе. То есть вот люди стояли вне храма, а священник заходил во святилище, то есть та основная часть перед святым святых. Во святом святых располагался ковчег завета, это самая такая сокровенная святая часть храма, а перед завесой там располагался жертвенник кадильный, небольшой такой столик, ширина локоть, длина локоть, а вниз на два локтя. И сверху клались угли, вот эту металлическую поверхность, клались угли, и на эти угли как раз сыпался ладан, для того, чтобы клубы благовонного вот этого дыма наполняли храм как символ присутствия благодати Божией. И вот когда мы читаем, когда храм Соломонов только-только был построен, то облако наполнило все храм как вот образ присутствия благодати Божией. Или вот облако, помните, предводительствовало народу израильскому, когда Господь его выводил из земли египетской. И вот это вот облако – это символ присутствия Божьей, благодати Божьей. И кождение – это тоже такой символ, который означает, что в храме Божьем Господь почивает своей благодатью. И вот так он совершал кождение, люди вне, и вдруг что происходит? Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Ангелы время от времени являлись. Мы читаем об этом на страницах Священного Писания. Ангелы – это вестники воли Божьей. Но все-таки не настолько часто ангелы являлись. Ну, вот чистым людям являются чистые небесные силы. То есть, если человек погряз в грехах, то какой ангел? Скорее, бес в образе ангела явится, чтобы искусить его. Но здесь речь шла об особом откровении Божьем. И было, конечно, такое наблюдение, но немножко наивное, что если вот с правой стороны является ангел, это такой добрый знак, это именно ангел от Бога. Такое было наблюдение, хотя, конечно, мы понимаем, не имеет значения там с правой или с левой стороны. Главное, чтобы ангел был действительно Божьим ангелом и вестником воли Божьей. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Захарий не ожидал, он не считал себя достойным явления ангела, поэтому, а в храме-то вообще никого не было. И тут вдруг он видит явление ангела, приходит в смущение, страх на него нападает, но это страх Божий. Нужно понимать, что есть разные виды страха. Вот бывает у человека какой-нибудь животный страх, который он испытывает, допустим, при виде каких-нибудь диких собак, которые несутся, готовы растерзать. Бывает страх бесовский, демонический, когда являются бесы, искушают человека и парализуют все его внутренние силы. Человек просто теряет самого себя, а тогда как нужно молиться. А бывает страх Божий, как особо священный трепет, когда является именно небожитель, и ты по своему несовершенству при соприкосновении с этим небожителем ты приходишь тоже в священный страх и трепет. Это совершенно иной вид страха. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Вот ангел благовествует рождение, что да, ты с супругой претерпел много, но вот есть воля Божия, чтобы вы родили сына по имени Иоанн, Иоанн значит Божья благодать. И дальше он говорит, и будет тебе радость и веселье, то есть вот этот ребенок послужит к радости, к духовной радости, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не пред людьми великими. Вот цари, скажем, какие-нибудь земные, вот тот же Ирод, Ирод, кстати, назван Иродом великим. А в чем было его величие? Ну это он казался просто великим. Ну да, были какие-то земные дела, и поначалу даже зауважали его иудеи за то, что он храмом отстроил, но скольких он погубил, какой подозрительностью он был пронизан. То есть да, перед людьми он велик, но не перед Богом. А взять других царей, император Нерон, допустим, или Каллигула какой-нибудь, и прочие, прочие их же не с числа, и они вроде бы велики, но велики пред людьми, и такое величие быстро рушится. А вот святой Иоанн, который не имел ничего царского, ничего в земном смысле великого, он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера. Вино понятно, секера – это алкогольные напитки, не из винограда, другие алкогольные напитки. То есть святой Иоанн будет воздержником. Он победит в себе все плотские страсти, греховные начинания, то есть в зачатке уже он подавляет любые греховные проявления. Он величайший аскет пред Богом. И Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Вот это интересное выражение, что Господь призывает его еще от чрева матери, а уже исполняет его особой харизмой духовной, особой благодатью. Почему? Да потому что Господь избирает того, о ком предвидит, что он откликнется на Божий призыв. Вот это вот мы смотрим на какого-то человека и можем предположить, что вот он вырастет там ученым или вот этот вырастет там подвижником, а этот вот не особо благочестиво живет, наверное, мало что из него получится. Но это наши человеческие расчеты. А вот Господь, он вне времени. Он все видит сразу. Представьте, что Господь все сразу видит. И, соответственно, когда только-только начинается ребенок, Господь уже видит, а как захочет этот ребенок жить и какой личный выбор он по жизни будет осуществлять. Да, этот выбор остается добровольным вот этого человека на протяжении всей жизни. Целомудренно жить или блудить, пить или не пить, курить или не курить, что угодно. Это добровольный выбор. А вот Господь изначально уже все видит. И видит, как сказать, взвешивает уже всю жизнь человеческую, потому что человек, да, добровольно все это осуществляет, но Господь заранее все это видит, ибо Бог вне времени. Поэтому он кого-то еще вот обозначает даже до рождения. Таковым являлся святой Иоанн Креститель. О нем сказано, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. То есть уже отступают от Бога. Уже прячутся в какое-то обрядоверие, возвеличивают сами себя, борются за социальные, политические права. А про Бога это на самом деле забывают, и Иоанн Претеча, он обратит их ко Господу Богу, а, собственно, Господь – это Христос, воплотившийся Бог. И предыдет пред Ним, сказано, предыдет пред Ним, говорит архангел Гавриил. Вот отсюда предтеча, что он предыдет пред Ним в духе и силе Илии. Что значит «в духе и силе Илии»? Дух Илии – это дух ревности о славе Божией. Пророк Илия, весь строй его жизни, весь его внутренний дух, как бы характер его служения, в этом смысле дух, это сердечная боль о славе Божией, потому что израильтяне уклонялись от Бога в язычество, во всякое там нечестие, и Илья хотел как раз вернуть израильтян к Богу, строго покарать нечестие, это удавалось осуществлять через строгие очень такие знамени, и, соответственно, Илья демонстрировал некую духовную силу. И вот в том же духе и силе Илии пришел Иоанн Креститель. А для чего? Чтобы возвратить сердца отцов детям. У отцов сердца были более чистые, обращенные к Богу, а вот детям уже не хватало. Поэтому сердца отцов детям и непокоривым, которые непокорны, образ мыслей праведников, то есть пример ветхозаветных правоцов, отцов, святых, он через Иоанна Крестителя оживает для его современников, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот святой Иоанн Претечи приготовливает народ, а уже затем приходит Спаситель, и люди уже, получается, слышали вот эту строгую проповедь Претечи, принимают Христа, который на самом деле не настолько был строг, как Иоанн Претечи, больше являл, может быть, милосердие, но люди уже были приготовлены. «И сказал Захария ангелы». Вот тут, конечно, получается, что Захария стал колебаться. Ведь ангел говорит, что услышана молитва твоя, то есть они же молились о рождении ребенка, уже престарелые, но все равно молились. Вот, говорит, услышана молитва твоя. Вот ты же просил, пожалуйста, вот будет тебе сын, и так как вы праведную жизнь вели, то сын будет праведным. Вот в этом особенность рождения Иоанна Претечи. И святые отцы про это говорят, что когда рождается ребенок как плод молитв, а не плод страстей, то это совершенно особый ребенок. когда он рождается у людей, близких к Богу, то он сам уже с зачатия окружен благодатью Божией. И вот в этом как раз феномен Иоанна Претечи. Но происходят некоторые такие колебания, что да, молитвы услышаны, но Захария аж сам не верит тому, чего он, собственно, и просил. Он говорит, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». То есть, вроде как бы это невозможно, но разве Богу что-либо невозможно? Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». То есть, вот он открывает свое имя. Это Архангел Гавриил, один из особых ангельских служителей Божиих, посланный на землю. «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Вот люди не всегда прислушиваются просто к словам. Поэтому слово лучше закреплять каким-то делом, чтобы это было более вразумительным. И ангел вот такое вразумление в данном случае и употребляет. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить, ну, потому что выражал, что в каком-то смысле ропот, маловерие, тогда зачем же и говорить, и не будешь говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Не нужно представлять, что вот прям какой-то грех впал Захария, но просто требовалось некое вразумление для того, чтобы вот снять вот эти предрассудки, некую слабость, некие колебания в душе Захарии. Между тем народ ожидал Захарию и дивился. То есть описывается вот некая реальная ситуация. То есть уже давно пора бы вернуться после каждения, а он не возвращается. Народ ожидает и дивиться, что он медлит в храме. Вот Лука, он так подробно описывает все детали. Вот что удалось отыскать, он тщательно все исследовал и описывает это. «Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой». Обычно тоже блаженный феофилакт болгарский, он на что обращает внимание? Вот посмотрите, что он же стал немым, но он не покинул храм, а продолжил свое служение. Он остается до конца, а вот блаженный феофилакт пишет, что у нас бывает так, что мы приходим в храм и думаем, что вот мне сейчас вот станет плохо, не достаю до конца службы, может быть, уйти пораньше. То есть очень быстро мы все списываем на свои немощи, спешим из храма и удаляемся от Бога. А Захарий, он до конца остался на своей череде с служением и только после этого вернулся домой. После сих дней зачала Елисавета, жена его. Очень просто об этом описывается, что совершилась вот эта тайна Божия, Господь разрешает ее неплодство. А это было неожиданно, получается, и тоже, и как про это другим, и таилось пять месяцев. Не показывала никому пять месяцев, пока не станут уже явные проявления беременности. И говорила, так сотворил мне Господь в одни сии, в которой призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. То есть, оказывается, было поношение, все показывали пальцем и говорили, вот они какие, вроде бы там молятся, исполняют заповеди, а где же их Бог? Не слушает их, значит, какие-то грехи у них там есть, тайны? Нет, есть особый Божий промысел. И в данном случае вот он снимает это поношение с них. И Лука, описав это, дальше тоже вот такое историческое некое описание предлагает нам, он фиксирует даже в каком-то смысле сроки, времена. Говорит, в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. То есть, когда зачат был святой Иоанн Креститель, то в шестой месяц, значит, проходит пять месяцев и потом наступает шестой месяц. Ну да, вот она же пять месяцев таилась, а потом, это Елисавета, а после этого вот в шестой месяц уже дается новое откровение уже Деве Марии в Назарете. Значит, в город Галилейский послан ангел Гавриил, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифа из дома Давида, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Вот что здесь интересно, что она обручена мужу, но при этом она называется Девой. Вот это важно. то есть Лука, который тоже тщательно все узнавал, исследовал, он фиксирует, что она оставалась Девой, а как? Вот судя по Евангелию от Луки, сама Божья Матерь как раз и говорила Евангелисту Луке, вот именно у него запечатлено то, что могла сохранить в своей памяти Пресвятая Богородица только у Луки. То есть он с нею общалась, вот не случайно сказано, что он первый иконописец, который запечатлел ее образ, и соответственно он ее расспрашивал, как и что происходило, и вот он это и описывает, а у других евангелистов такого нет. Она остается Девой, хотя и обручена мужу, ну кому? Иосифу это мы знаем из дома Давида, имя ей Мария, ангел, войдя к ней, сказал, радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами. То есть архангел Гавриил, он уже открывает, что Пресвятая Дева Мария, она избрана Богом, она благословенна между женами, то есть она, на ней особое благоволение Божие, особая благодать Божия на ней почивает, и вот она избирается для некоего служения, но сама Святая Дева, как будучи смиренной, кроткой, никак не ожидала этого тоже, она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И дальше вот это главное откровение. И вот зачнешь в очреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Имя Иисус значит Спаситель или как расшифровывают ученые в более таком полном виде Иегошуа, то есть Яхве спасает, Бог спасает, но в любом случае речь идет о спасении, которое будет дано через Иисуса Христа и сказано, что она именно зачнет в очреве, то есть плоть Спасителя будет соткана от кровей Пресвятой Девы. Не так, что вот он раз чудесным образом, а он пройдет весь естественный путь возрастания в материнской утробе, как и положено. Продолжает ангел, он будет велик и наречится сыном Всевышнего. Вот если про Иоанна сказано, он будет велик пред Богом, то здесь речь идет о самом рождаемом Боге, он уже велик, он будет велик, велик в своей жизни, как воплотившийся Бог, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. И в этих словах Архангела указание на исполнение обещания Бога самому царю Давиду, что престол его будет стоять вовеки, потому что именно Христос рождается из рода Давидова. Да, но рождается он для чего? Не для того, чтобы стать земным царем, а царем, который людей к небесному царству призывает. И вот такой престол небесный устоит, но причащаются этому престолу и подчиняются здесь, на земле, и будет царствовать вовеки, потому что Иисус Христос, он как Бог бессмертен, как человек он воскрес, поэтому он и царствует вовеки, царствия не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Вот в чем отличие вопроса, допустим, Марии от недоумения Захарии? тот удивлялся и тоже в каком-то смысле возражал, но ведь Захария прекрасно знал, что пожилые действием Божиим уже зачинали. И мы знаем пример Авраама и Сары и другие там примеры, когда поначалу вроде не давались дети, а потом давались, как вот Самуил родился, ну и прочие праведники, которые рождались у пожилых людей. То есть это действие Божиим было известно, поэтому Захария напрасно сомневалась. А вот Дева Мария, она спрашивает, потому что такого примера и случая не было, и в Ветхозаветном Писании мы этого не найдем. И она поэтому говорит, как будет это, когда я мужа не знаю? То есть никакого интимного общения не было, и как же здесь может быть рождение? когда ничего такого нет. А ангел, поэтому нет ей наказания, он ее не наказывает за этот вопрос, как вразумляет он Захария, он ей отвечает прямо, ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. То есть это будет особое действие Святого Духа, который осенит и найдет Деву Марию в каком-то смысле, это вот как ее такая малая личная Пятидесятница, когда Святой Дух нисходит на Пресвятую Богородицу и творит в ней нового человека. Для Бога нет невозможно. не было мира и стал мир, Господь сотворил из ничего. Была простая земля, Господь сотворил человека, первозданного Адама, потом от ребра Адама творит Еву, Духом Святым, все возможно. И в очреве Девы Марии Духом Святым творится тоже новый человек, но в то же время он именно реальный человек, который причастен, потому что от Девы Марии. Но уже нет этого, как писали святые отцы, зачатия по образу, ну простите, уж так скажем, по образу скотов, как пишут все-таки святые отцы по этому образу, которое появилось, стало господствовать уже после грехопадения, и нет вот этого плотской страсти, которое наблюдается у людей. При этом еще на что обращает внимание святые отцы, что здесь фактически указание на всю Святую Троицу. Дух Святой понятно, Дух Святой найдет. Но тут же говорится и сила Всевышнего осенит тебя, а силой подразумевается сам Сын Божий. У апостола Павла есть такие слова, что Христос есть Божия сила и Божия премудрость. То есть не просто Дух Святой осенит Пресвятой Девы, но и сила Всевышнего, то есть Сын Божий снизойдет в ее луна, а сила чья? Всевышнего, то есть Сын Отца. Здесь под Всевышний подразумевается Бог Отец. Вот вся Святая Троица, она тоже как бы участвует в новом творении. в этом. Посему и рождаемое Святое наречится Сыном Божиим. Вот и Елисавета родственница твоя, называемая Неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. В качестве некоего знамени указывается на Елисавету, причем говорится, что она родственница. Были какие-то родственные узы, какая степень родства мы, к сожалению, не можем сказать, но некое пересечение родственное присутствовало. И она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, все раба Господня, да будет мне по слову твоему. И отошел от нее ангел. Вот посмотрите, как просто и смиренно отвечает Дева Мария. здесь никакого многословия, никакого пафоса, патетики особой. То есть, она отвечает, что вот я раба Божия, как Господь сказал, пусть так и будет, принимаю. вот это смирение является необходимым откликом на Божию волю. То есть, да, вот есть Божие изволение, Божие предизбрание, но важно, чтобы и человек откликнулся, потому что много званых, но мало избранных, да, и бывает так, что Господь дает какое-то призвание, а человек не хочет откликнуться. А здесь все сходится воедино. есть Божие предизбрание, есть отклик человека, и вот когда она произносит «Се раба Господне добудет мне по слову Твоему», то согласно святым отцам в этот момент, как только она добровольно откликнулась, то вот Дух Святой нашел на нее, и сила Всевышнего осенила ее. И состоялось вот это сверхъестественным Духом Святым таинственное зачатие, и дальше уже некое возрастание Богомладенца Христа в лоне Пресвятой Девы с положенными сроками для вынашиваемых младенцев. Встав же Мария в Аднисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. Она идет именно к Елисавете, потому что про Елисавету говорит ей ангел, что та, будучи неплодную, в старости зачинает сына. А с кем поделиться Деве Марии после вот такого откровения? Вот именно с Елисаветой, которая, ну, конечно, Захария получает это откровение, но Елисавета тоже причастница в каком-то смысле. И поэтому Дева Мария идет, ведь Елисавета родственница, она идет в Нагорную страну, в город Иудин, то есть это места, принадлежащие колену Иуды, и считается так, что вот эта Нагорная страна, там много что на неких горах, но Нагорная собственно, то, что именно поселение на самых горах считается, что это недалеко от Вифлеема находились вот эти места, ну, собственно, все это не так далеко от Иерусалима, а вот от Назарета достаточное, на достаточном удалении, и так она приходит, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее, и Елисаветы исполнилось Святого Духа. Получается так, что Святой Иоанн, будучи еще в очреве своей мамы, почувствовал, что идет, приближается к нему Христос, который в лоне Девы Марии, и Святой Иоанн Креститель, он начинает торжествовать, ликовать, и от него благодать Святого Духа передается его маме Елисавете, она исполняется Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего. То есть, возвращаясь немножко, получается так, что мамы, они способны чувствовать в каком-то смысле настроение своих чад, которые еще у них в лоне, еще не родившиеся, и в каком-то смысле вот эти еще не родившиеся детишки способны влиять на состояние своих мам, святая Елисавета, она произносит удивительные слова, благословенно ты между женами, и благословен плод чрева твоего. То есть, она тоже в каком-то смысле выражает уже такое почитание Девы Марии, что она выделяется среди всех жен, и плод чрева ее благословен, то есть, вначале даже она ее саму называет благословенной. Почему? Потому что, собственно, через кого Христос пришел? Через свою маму, через Пресвятую Богородицу приходит он в наш мир, поэтому не только он благословен, как воплотившийся Сын Божий, как новый Адам, но благословенна та, через которую он пришел. Она продолжает, Елисавета, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Вот как называет она Деву Марии? Матерью Господа, то есть, фактически, Матерью Божией. Вот поэтому у нас и пошло наименование Пресвятой Девы Божией Матерью, Богородицей, что так ее назвала Святая Елисавета на страницах Писания Матерь Господа. Ибо, когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшая, то есть, речь идет о Деве Марии, потому что совершится сказано ей от Господа. То есть, в данном случае Елисавета, она становится в каком-то смысле пророчицей, провидицей. То есть, Дева Мария еще толком ничего не сказала про то, что совершила, что я являлся ангелой, что он открыл. А Елисавета уже все это пророчествует, как прозорливое говорит, что ты блаженна, потому что ты поверила, и совершится сказанное тебе от Господа. А что отвечает Дева Мария? И сказала Мария, величит душа моя Господа. То есть, сама Божья Матерь, она не на себе сосредотачивает внимание, она весь свой внутренний взор обращает к Богу, говорит, величит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем. И Бога она называет своим спасителем. Почему так? Потому что, хотя и не было у Божьей Матери личных грехов, как это было открыто святым отцам, но все-таки причастность первородному греху оставалась, было какое-то свое, может быть, тоже еще такое возрастание духовное тоже, и спаситель, и Бог является для нее спасителем, спасителем от первородного греха. И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. То есть, вот оно, что Господь презирает на смирение, ибо отныне будут ублажать меня все роды. А вот теперь пророчествует Пресвятая Богородица. Она смиренна, она не ищет себе славы, но она пророчествует, что отныне, да, действительно, будет почитание не только Христа, но и самой Божьей Матери, потому что она именно Матерь того, кто спас весь мир. «Что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». Вот это тоже интересное такое высказывание, что люди гордые, люди надменные, они губят сами себя своими помышлениями, и поэтому говорит, что Бог рассеял надменных помышлениями сердца их, и, как правило, такие люди непременно допускают какие-то ошибки, притыкаются, собственная гордыня губит их, и планы их рушатся. «Не заложил сильных с престолов и вознес смиренных». Кто был сильным? Был сильным Ирод Великий, были сильны вроде бы язычники, языческие царства, но все это рухнуло. Господь вознес смиренных, и в конечном итоге христианская церковь, она стала византийской, империя торжествующая, она распространилась по всей земле. «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Алчущих, ну, прежде всего, конечно, алчущих и жаждущих правды. А те, которые богатятся, да, то есть, как бы, составили некое мнение о себе, вот они богатятся мнением о себе. Ну, и богатятся не только мнением о себе, но и земными богатствами, и они отходят ни с чем. «Воспринял Израиля отрока 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 воспоминав милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». Речь идет о том, что завет с Авраамом, он как раз исполняется, потому что Господь обетовал Аврааму, что произведет от него великое семя, и это семя наследует благословение Божие. А кто, собственно, чадо Авраама? Апостол Павел объясняет, что подлинный Израиль, Новый Израиль и чадо Авраам не которые по плоти, которые по духу, то есть те, которые приняли Христа Спасителя, и чадо Ветхого Израиля, они тоже многие приняли Христа. В этом смысле представители Израиля входят в церковь, и Господь воспринимает Израиля, воспоминув милость, как это было обетовано Аврааму. Вот такой состоялся диалог у Елисаветы с Марией. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Это как раз те самые сроки, которые подошли уже для рождения святого Иоанна Крестителя. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею и радовались с нею. Вот тут мы видим, что действительно снято вот это поношение перед людьми и все радуются, удивляются этой неизреченной милости. Так святой Иоанн Претеча приходит в наш мир и дальше положенные обряды совершаются. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. Были свои традиции, старались поддерживать те имена, которые сохранялись в роду, чтобы некая память о предках сохранялась. На это мать его сказала нет, а назвать его Иоанном. То есть тоже мы видим, что святая Иоанна отличается некой уже такой духовной проницательностью, прозорливостью. Вот она понимает, что такова воля Божия. И сказали ей никого нет в расцвет твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Посчитали, что здесь нарушение традиции. В каком-то смысле да, но и что, что нарушение вот этой традиции, ведь главное послужить Богу. Традиция не должна препятствовать на пути служению Богу. Это просто какой-то был человеческий обычай, и нарушить его тут ничего страшного нет. И спрашивают у отца, он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему. И все удивились, то есть странно, что вот все вот так. Ну, а почему так? Потому что Господь теперь подает все новое. И вот эти простые человеческие обычаи, они будут отступать. А так как рождается святой особый угодник Божий, то и жизнь у него уже будет новая, и все должно быть новое. И так вот все удивились, и вот как только Захария тоже пишет вот это имя, по воле Божией данное сыну, с него снимается вот это наказующее вразумление, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Первые его слова это слова благословения, вот к чему должна быть посвящена наша речь, не каким-то нечистым, скверным словам, каким-то там или земным, взаимным каким-то там разбирательством, или еще чему-то, а прежде всего слово должно служить благословению Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской, то есть очень быстро все это передавалось, говорили, что вот такой-то священник, он вдруг анимел, а потом, когда сын родился, то он опять стал говорить, и что вот имя какое нарекли, и видимо, что-то в этом необычное, то есть люди очень быстро все это передавали, все слышавшие положили это на сердце свое, и говорили, что будет младенец сей, но могли ли они-то так быстро узнать, что же будет это за младенец, вряд ли могли, потому что должно было пройти еще 30 лет до выхода святого Иоанна Крестителя на проповедь, сказано лишь, и рука Господня была с ним, то есть Господь сопутствовал святому Иоанну на всех его путях, и не только ему, но и родителям его, И Захария отец его исполнился святого духа и пророчествовал говоря, вот отец исполняется святого духа, потому что всякий пророк пророчествовал духом святым, и в Ветхом Завете мы это видим, и Захария в данном случае тоже в каком-то смысле продолжатель ветхозаветных пророчеств, потому что это еще до Христа, но в принципе уже на стыке Ветхого и Нового Завета, потому что Христос уже в каком-то смысле пришел, он вынашиваем своей мамы Пресвятой Девы, и вот в любом случае Захария в данном случае это пророк, и вот он произносит следующую в каком-то смысле даже вот песнь, она включена в православное богослужение, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего, то есть он прославляет Бога за то, что тот не забыл свой народ, посетил его, и вот избавление приблизилось, спасение именно в дому Давида, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, то есть пророчества начинают исполняться, потому что пришествие Христа приближается, сотворит милость с отцами нашими и поминет святой завет свою, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей, то есть вот Захария, он показывает собственно смысл древних обетований, не в том, чтобы завоевать мир, не в том, чтобы господствовать над другими народами, не в том, чтобы стать там какими-нибудь политиками, экономистами, влиять на массы, ну может быть и влиять, но влиять совершенно в другом образом благочестия, а самое-то главное в том, чтобы служить Богу небоязненно по избавлению от других врагов наших, служить Богу в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей, чтобы мы на протяжении всей своей жизни служили Господу. И дальше святой Захария, он пророчествует собственно о сыне своем, обращаясь вот как бы к нему во втором лице, и ты младенец наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, то есть уже не ангел говорит об этом, а говорит сам отец его святой Захария, что Иоанн становится пророком, он еще младенец, но он уже пророк по Божьему предизбранию, и он предыдет пред лицем Господа, как предтеча, приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение, а спасение в чем? в прощение грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, то есть по милосердию нас посещает восток свыше, и вот это речь уже о Христе, посетил нас восток свыше, вот как солнце восходит на востоке, озаряя весь мир, вот так сам Христос, он как свет истины приходит в мир, освещая всех светом Евангелия, просветить сидящих во тьме и сени смертные, направить ноги наши на путь мира, жизнь в грехах это жизнь темная, мрачная, это смертная тень, и люди через Христа освобождаются от этой тьмы, и дальше очень коротко сказано про дальнейшие годы до проповеди святого Иоанна Крестителя, младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израиля, то есть возрастал, это понятно, укреплялся духом, отчасти тоже понятно, что он не просто укреплялся как телесно, да, или, скажем там, изучая грамоту интеллектуально, но и духом, то есть духовно укреплялся, постигая волю Божию. А вот то, что был в пустынях до дня явления своего Израиля, не совсем понятно, но есть некоторое объяснение у святых отцов, речь идет о том, что конечно претерпела определенные, семья Захария претерпела определенные гонения, и в итоге младенец, он возрастал в пустынях, мы знаем, что Ирод Великий пытался погубить всех младенцев в Вифлееме и в округе, так как Нагорная страна находилась как раз в округе Вифлеема, то не только сам младенец Христос, но и младенец Иоанн Креститель, он тоже подпадал под этот удар, и отец его был убит, а мать спасала сына, и разные есть повествования, в основном, конечно, апокрифические, но речь идет о том, что все-таки Святой Иоанн с ранних лет находился в пустынях, и вот уже с тех детских лет учился аскезе, молитве, то есть это был особенный человек, который возрос в таком строгом образе аскетической жизни, поэтому он достаточно строго обличал изнеженных людей, погрязших в богатстве, любящих мягкие одежды, привыкших хорошо питаться и губивших себя, в общем-то, поэтому Святой Иоанн Креститель, как строгий такой аскет, со временем начал свою строгую проповедь, но через это приуготавливал людей к принятию Христа. На этом мы завершили чтение первой главы. Храни всех Божи, дорогие братья и сестры, до скорой встречи!